Всем приветули, ну как у вас дела? Я надеюсь, что вы в порядке. У меня для вас новый выпуск. Вы же знаете, что с ним сделать? Надеюсь, что да. А если вдруг кто-то нет, напоминаю, посмотреть от начала до конца, потому что много интересных разных новостей, не пропустите. Конечно же, убедитесь, что вы подписаны на мой канал, оставляйте комментарии в процессе, но не меньше семи слов. Так хочет ютуб, это не мои прихоти, это не мои капризы. Ну и конечно же, не забывайте оставлять лайки, сердечки в подубайке, это все одно и то же. И всем, кто это делает, большое вам человеческое спасибо. Ну а прямо сейчас врываемся в новости, всем желаю хорошего самочувствия, приятного просмотра, погнали. Начну я с Филиппа Киркорова. Значит, журналисты нашли такую информацию, что компания Киркорова заработала в прошлом году почти 200 миллионов, чистой прибыли почти 160. Теперь вы понимаете, да, что есть что терять, поэтому, конечно, и паричок черный наденем, и обертку там свою поменяем. Но самое главное помните, что конфетка, как он себя назвал, Примадонна конфетка, внутри всегда останется такой же. Слушайте, тут Волочкова пошла, точнее, пришла снова на интервью к Алене Блин, я уже не знаю, в который раз. Ну и вообще, стала рассказывать все то, что мы уже с вами слышали много раз. Про Сергея Лазарева, про эти обиды, снова они там вспомнили ту историю с Евровидением, последнюю вот историю. В общем, Настя всех любит, она ни на кого не держит обиды, зла и так далее. Про Джигурду и всю эту историю со слитым видео тоже вроде как все уже в прошлом. Ну и самое главное, конечно же, они в начале видео поговорили о том, что между ними там произошло недопонимание, что якобы Алена Блин выставила не в лучшем свете Анастейшу Волочкову, и тогда ее все осуждали. В общем, все это уже замялось, Настя всем все простила, все прекрасно и замечательно. Ну и самое главное, это про вечеринку Насте Ивлеевой. Здесь прям отдельно хочется немножечко больше сказать. Анастейша Волочкова, наша женщина-хмель, осудила Настю Ивлееву. Представляете, Настя против Настя. Значит, Волочкова говорит, что Ивлеева уже скатилась ниже Плинтуса. Она следила, оказывается, за ней в соцсетях и поняла, что Ивлеева все уже скатилась, вот просто уже хуже, дальше некуда. Поэтому она не пошла к ней на эту самую знаменитую вечеринку, ибо знала, что ничем хорошим это не закончится. Оказывается, Волочкова тоже получила туда приглашение. Это прям новая рубрика какая-то, кринж с похмелья что ли. Кстати, Алена, блин, я еще предложила в этом интервью пари вообще не пить, ни бокала просека. А Настя такая, в смысле, Алена, а я шо пью вообще? Я редко, раз в неделю, может раз в месяц, бокал и усе. В общем, как-то так. А так особо повторяться не будем, все эти истории мы с вами уже слышали. Но самое главное, что Анастейша Волочкова всех простила, ни на кого зла не держит. Кристина Соловей сделала громкое заявление, что она хочет извиниться перед Святославом Бакарчуком. Кто не в курсе, когда-то Кристина пришла на шоу «Голос Краины» и попала в команду тогда Бакарчука. Ну и после шоу она стала с ним работать, он был ее продюсером 10 лет. Но она разорвала с ним сотрудничество в октябре 23-го года. И вот сейчас она решила, так сказать, снова высказаться. Цитирую. Я буду попросить прощения. Знаете, я иногда смеюсь в таких видео, когда там кто-то пытается попросить прощения. Выглядит все примерно так. Я извиняюсь. Но ты же понимаешь, что я ни в чем не виноват или не виноват. И ты сам меня выглядел. Вот примерно так же это все выглядит. Вообще, конечно, Кристина Соловей для меня открылась не в лучшем свете. После интервью у Маши Ефросининой. Это, конечно, нечто. Я думаю, это легендарное интервью. Многие точно уже посмотрели. Мы это обсуждали. Возвращаться не будем. Ну, а вообще, творческие люди, они есть творческие люди. У каждого эго до небес, там где-то в галактике. Ну, естественно, каждый считает, что они последняя инстанция. Кто там прав, кто виноват, уже не имеет значения. Как жаль, что люди не могут после такого долгого сотрудничества как-то красиво расходиться. Не получается. Так, свернемся к истории Оли Поляковой. Она таки прокомментировала ту самую клевету о якобы отношениях с блогером и экс-участником в шоу Мастер-Шеф Владиславом Мицкевичем. Который, как вы уже знаете, недавно запустил в интернете их пикантные фото с поцелуями и так далее. Короче, все типично. Оля говорит, что все это неправда. Ответ меня вообще не удивил. Это все вранье и хайп на имени великой певицы, которая, напомню, предсказала, что война закончится весной этого года. Вот мы скоро и узнаем, кто говорит правду, а кто лжет. Я вот точно не забуду и вам буду напоминать, что Оля за свои слова о войне нужно отвечать. Все остальное мне не важно. Вот эти все шуры-муры были-не были, это все второстепенно не столь важно. А вот это, это очень серьезное было заявление из ее уст. Поэтому смотрим. Следим за ситуацией. Апрель уже наступил, два месяца осталось. Сбудется или нет, как вы думаете? Давайте я процитирую Олю Полякову, что она говорит по поводу этого блогера. Сам автор этих пьяно-наркотических сторис уже на все ответил. Все возразил и извинился. Правда, осадочек остался. Это обычный хайп на месте из-за того, что не получилось сотрудничество-дружба. Жалею только потому, что я сразу не поняла, с каким человеком имею дело. Мы когда-то сотрудничали. Он был у меня дома, снимал это все здесь. Даже те фото были сделаны у меня. Этот человек дружил с моей семьей и так далее и тому подобное. Оля Полякова, в общем, записала видео, сказала, что он был обдолбанный. Он ей таким образом отомстил, потому что они сотрудничали. Потом Оля отказалась. Он ей там еще угрожал, шантажировал, какие-то деньги требовал. Я так и не понял, за что. Если ты сотрудничаешь с человеком, потом отказываешься, какие деньги ты ему должен? Что ты ему не должен? Ну, в общем, запутанная непонятная история. Оля сказала, что это все неправда. Вранье, очередная клевета и хайп на ее имени. И не более того. Верите вы или нет Оле Поляковой? Напишите. Я пока что подожду окончание весны. И вот когда закончится весна, если не произойдет того, что сказала Оля, вот тогда я буду множить все на ноль. И мое отношение к ней полностью изменится. И все, что будет говорить Оля Полякова, я не буду вообще воспринимать никак. Вот никак. Значит, это все равно вранье. Вот и все. Так что, ребята, жду ваши комментарии, а мы двигаемся дальше. Анонсирована новая нейросеть от OpenAI. За 15 секунд обучение Voice Engine генерирует любой абсолютно голос. В компании заявили, что модель сотрет границы между языками. Она позволит авторам контента и компаниям обращаться к аудитории на любом языке с собственным голосом. Также этот инструмент будет полезен людям, которые по каким-то причинам потеряли голос или столкнулись с нарушением речи. Нейросеть пока недоступна для массового использования, потому что компания понимает ее опасности, заявляет, что ведет диалог с политиками и разными службами. Это действительно так, потому что любой человек может взять абсолютно любой голос. Также и мой, хотя кому он нужен, ну, в принципе, могут взять мой голос, какие-нибудь, знаете, там, не другие, и сочинять какие-нибудь истории моим голосом. А наивный народ обязательно поверит. Ребята, ну вы знаете, что мой голос настоящий звучит только на этом канале больше нигде. Ведущий шоумайн Сергей Сцерыда честно ответил, почему не вступил в ряды из СОМ. Я вот знаете, сколько вот наблюдаю за многими артистами и известными людьми, неважно из какой они профессии, просто медийные персоны. Особенно во время войны и понял очень важный момент для себя. Сколько же глупых среди медийных известных людей оказывается. Я-то раньше думал, что если ты известный, значит ты чего-то стоишь. Ты как-то этого добился, ну, как минимум у тебя в голове серое вещество функционирует. А нет, вот оно как на самом деле. Там очень много глупых, один глупее другого. Я не про этого парня говорю, я так в целом, знаете, подытожить вот все то, что я наблюдаю. Поэтому сразу говорю, что я не про Сергея Сареду. Знаете, я всегда говорил, если ты не имеешь критического мышления, если ты не способен просчитать хотя бы один-два шага наперед, то лучше молчать и ничего не говорить вообще, чем нести всякую хинею. Ладно, давайте вернемся к ведущему Сергею Сареде и его комментарию. Почему же он не пошел в ЗСУ? Цитирую. Мы сейчас здесь сидим и не боимся, да? Да, мы боимся сто процентов. В первую очередь у меня есть этот страх. Я не собираюсь никого здесь обманывать. Буду я там полезен или не буду, это уже десятый вопрос. Имею ли я право туда идти, не имею. Лучше я кого-то, кто там, конечно нет. Что я могу сделать? Пока я здесь, я должен максимально помогать своей стране. Хотел бы, не хотел бы. Боюсь, да боюсь. Я не собираюсь сейчас говорить фразы типа «От меня больше пользы здесь, чем там». Это все и так понятно. Человек, у которого находится муж, брат или сын там, ему до одного места эти твои фразы. Он чувствует несправедливость в первую очередь. Те, кто там, это настоящий цвет нации. Это настоящие герои. И это те люди, которыми мы должны всегда гордиться. И все. Они, в отличие от нас, смогли и они пошли. Согласен. Абсолютно согласен с этими словами. Наталья Могилевская честно рассказала, почему во время полномасштабной войны она не уехала из Украины, хотя имеет такую возможность и имела, и вполне себе может, как и многие другие украинские селебрити, жить за кордоном, приезжать периодически в Украину, зарабатывать деньги и уезжать снова в безопасные места и жить свою прекрасную жизнь. Но Наталья Могилевская так не поступила, и вот почему цитирую. «У меня такая фамилия, у меня такие корни, я настолько украинка. Мой дед преподаватель украинской филологии в Красном университете. Именно он прививал любовь к украинскому языку, к Рыбчинскому. Это его ученик. И Нине Матвиенко. Я навсегда остаюсь в Украине. Я не меняла. У меня не было так много возможностей уехать. Я настолько люблю Киев. Я очень много с начала 99-го года делала и делаю для развития украинского шоу-бизнеса, украинской культуры. Тогда не модно было петь на украинском. Но у меня уже появилась песня «Месяц». А до нее с Рыбчинским песня «Само та». То есть все свои первые шаги я делала и не забываю украинскую культуру. Украинский язык вот настолько. Насколько это было возможно тогда в начале. Вот такие вот комментарии от Натальи Могилевской. 30 марта день рождения отпраздновала старшая дочь Веры Брежнева и Соня Киперман. Ей исполнилось 23 года. Представляете, как время бежит. Само собой, что по такому случаю мама посвятила дочери пост в своем инстаграме. Показала фотографии, которые были сделаны на разных этапах жизни Сони. Также вы можете на фотографиях увидеть младшую дочь Сару. «Счастливых 23. Моя любовь». Вот так подписала Вера Брежнева и поздравила свою дочь Соню Киперман, которая, понятное дело, живет не в Украине, где-то в Америке, я так понимаю. Инстасвалка снова подала свой голос. Непонятно зачем. Она тут, значит, зашла в ТикТок, по-моему, к Светлане Лободе, выделиться, да, чтобы о ней поговорили. И написала «Ты не Асти, отдыхай». Вот так она написала Лободе. Это очень удивительно. Вообще, конечно, инстасвалка — это уникум. Причем тут Асти, не Асти. Вообще-то давайте будем честными, да. Когда Лобода еще до полномасштабной войны находилась в России, она там была номер один. Хотите вы это признавать, не хотите, но это факт. Хотя я никогда не являлся поклонником Лободы. Никогда. И не ходил на ее концерты. Я это говорю чисто вот со стороны мои наблюдения. Она Асти пыталась, всячески пыталась, особенно когда ушла в сольную карьеру, подражать. Она вот копировала ее стили, внешние, все на свете. Поэтому то, что вот сейчас пишет «Ты не Асти, отдыхай», ну правильно, потому что, как сказал Алан Бадоев, Асти — это дешевая копия с Алиэкспресса, или как он это назвал, или это Лобода для бедных. Действительно, Лобода не Асти, она намного лучше. А Асти тут без комментариев. Матрице 25 лет. 31 марта 1999 года в мировой прокат вышел фантастический боевик «Матрица», который был обречен на успех, а с годами стал культовым. В преддверии нового тысячелетия фильм не только поднял одну из важнейших тем бытия и показал, что наш мир может быть всего лишь иллюзией, но и сделал Киану Ривза звездой мирового масштаба. Ну а сам Киану Ривз, конечно, не нуждается в представлении. Несмотря на то, что он достаточно известный, серьезный актер, далеко не бедный, он никогда не жил, знаете, какой-то жизнью, как вот эти ноги рэперы там, да? Канни Вест, эпатировать, все время провоцировать, показывать свою какую-то жизнь богатейшую. Вообще, если разобраться в его жизни, там столько событий происходило. Даже во время того, когда он снимался в «Матрице», я не помню, в первой или в какой-то части, его сестра болела. То есть у него там одно ужасное событие за другим происходило. И несмотря на то, что человек с такой известностью мировой, с такими сложными и ужасными событиями в своей жизни, через все это он прошел и остался человеком. Я это говорю не просто так, а для того, чтобы мы смотрели, вот вам, пожалуйста, наглядный пример, когда действительно известный человек может быть человеком, без вот этой всей мишуры напускного оставаться настоящим. И то, что он ездит там в метро иногда, в автобусах, это же не для того, чтобы, знаете, как-то хайповать на этом. Нет, потому что он действительно к этому спокойно относится. Он настолько щедрый, с большим сердцем, поэтому, конечно, хочется сказать ему большое спасибо, потому что он подает хороший пример для нас всех с вами. Поэтому, ребят, Киану Ривз как минимум заслуживает уважения за то, что он прекрасный человек. У нас новое исследование. За последние 40 лет музыка стала примитивнее. Я абсолютно соглашусь. Проанализировав 12 тысяч песен с 80 по 2020 год, ученые сделали вывод, что текст в музыке стал намного проще, агрессивнее и однообразнее. Также в песнях стали чаще употребляться слова, в которых исполнители зациклены на себе, я, мой и меня. Я соглашусь абсолютно. Мне кажется, что все самое лучшее было уже написано еще в 20 веке. Сейчас все проще, поверхностнее и ни о чем. Ну, ладно, там тексты, то такое, музыка ни о чем, которую уже делают все нейросети, там искусственный интеллект. То есть по факту сегодня может музыку писать кто угодно. Для этого вообще не нужно ни в музыкальной школе учиться, ни владеть никаким инструментом, просто научиться пользоваться искусственным интеллектом, программами, и оно все за тебя сделает. Но это тоже, кстати, работа, поэтому да. Но это все равно не то. Про слова я вообще молчу. А певицы, вот такие вот, как Инстасвалк, ходят на шоу Голос. Типа поют. И к ним еще все поворачиваются. Это, конечно, отдельный кринч. Ой, Бородина пришла на передачу к Лейсану Тяшевой. Готовили они там, как обычно, разговаривали. О чем? Да ни о чем. Опять Бородина рассказывала про Дом-2 и про передачу Окна. Мне кажется, больше человеку рассказать нечего. Она открыла невероятный секрет всем, что, оказывается, когда она проходила кастинг на телеведущую в Дом-2, Дом-2, то, значит, Бородину утвердили, а Собчак изначально нет. Вот так вот. Чем гордится Бородуля? Ну, это, конечно, тут тоже сильно много говорить не хочу, потому что не тот человек, о котором, знаете, вообще стоит говорить. Не о чем ей больше говорить. Вот одно и то же. Из интервью в интервью, из передачи в передачи, как она обскакала Собчак на Доме-2. Супер! Кстати, вы знаете, что начался ретроград на Меркурии? И он, по-моему, с 1 апреля по 25? По 25, по-моему. Так что, ребята, имейте в виду, что практически весь апрель он будет очень специфический, поэтому с пониманием, спокойствием, пытаемся находить какую-то гармонию, чтобы вдруг кого-то не прибить рядом. И вообще можете спокойно говорить, что вы ни в чем не виноваты. Всему виной ретроград на Меркурии. Но мы с вами справимся, обязательно справимся. Вы только посмотрите на эту прекрасную компанию. Роберт Де Ниро, Снуп Дог, Остин Батт и все вместе. Казалось бы, что этих троих вообще связывает? Ну, конечно, больше всего мы обращаем внимание на собачку, которая уселась на Роберта Де Ниро. Еще многие были удивлены тем, что у Снуп Дога много денег, но он все так же пользуется зажигалкой бренда Биг. Но это все не важно. Несмотря на то, что все эти люди из разных поколений, но вот все вместе, это прикольно. Остин Батт, Снуп Дог, Роберт Де Ниро. Замечательная компания. 36-летняя экс-участница дома 2, которая была там с 11 по 15 годы, Либерш к подону ее не стало. Оказывается, она там 41 день пролежала в своей квартире, пока соседи не вызвали полицию из-за жуткого запаха. Ну и в общем, не будем вдаваться в эти подробности. Я вообще в шоке, как такое может быть, почему за 41 день никто не позвонил. Родственники, друзья, еще что-то. Ну, вроде как там, не знаю, говорили, что она такая интроверт была по жизни, могла пропадать, но все же. Не знаю, ребят, ужасно, ужасно, что так произошло. Один из самых молодых пап в украинском шоу-бизнесе. 22-летний певец Парфенюк рассказал о рождении первенца. Это прекрасно. Мама девочки блогерша известная под ником Симбочка. За девушкой следит где-то 400 тысяч пользователей. Молодой певец, 22 года, уже стал папой. Это прекрасно. Я желаю им всем счастья, только ребеночек, чтобы рос счастливым и здоровым. Ну а маме и папе успехов в карьере. Что еще тут сказать? Рождение детей это всегда прекрасно. Алла Пугачева выпустила новый трек «Береги». Это дуэт с Женей Моисеевым, певцом, о котором неизвестно лично мне нечего, кроме того, что он вроде бы живет в США. Ну и судя по тексту, это лирическая композиция расставания и влюбленных. Ребята, кто слышал, кто не слышал, бежим, слушаем. Напомню, что 15 апреля Алле Пугачевой исполнится 75 лет. Могу себе представить, как ее будут поздравлять все ее недруги. Микробиолог из Канады под микроскопом показала, как же на самом деле сохнут наши слезы. Вы только посмотрите. Если вы тоже плачете по прошедшим выходным, то посмотрите, как это может быть красиво. И вообще, вот именно так высыхают и выглядят наши слезы. Я в шоке. Я даже не мог себе представить, что это так красиво может выглядеть. Студенты в США объявили сбор денег охраннику из Нигерии, который 11 лет не видел свою семью. И забыли этот сбор остановить. Представляете, они собрали 3000 долларов на билет к семье в Нигерию и вручили их Джеймсу. Но затем вспомнили, что сбор не остановили. На счету было уже около 30 тысяч долларов. Все деньги они передали Джеймсу. Вот так, видите, мир не без добрых людей. Удаленщики, все, кто работает на удаленке, это информация для вас. Говорят, что мы подвержены риску ранней кончины. Это все из-за социальной изоляции. В исследовании принимало участие 280 тысяч участников. И оно показало, что изолированные люди имеют большой разрыв между биологическим и паспортным возрастом. То есть быстрее стареют, болеют и уходят на тот свет. Поэтому, ребята, если вы вдруг работаете на удаленке, не забывайте выходить из дома, общаться с живыми людьми, куда-то вообще, в принципе, ходить, двигаться и жить полноценной жизнью. Вот делайте, как я. Даже если вдруг вам не с кем куда-то пойти, это не повод для того, чтобы не выйти. Вы всегда можете выйти сами, с музыкой в ушах, сходить в кино, да все что угодно. Лариса Долина тут сокрушается, что вот поуезжали эти негодяи. Еще и рты там свои открывают из-за границы. Как они посмели? Ей-то не нравится. Она против. И требует, чтобы они все заткнулись. Она разочарована в людях, с которыми она так тепло общалась. Теперь они еще и высказываются против войны. Как это вообще может быть? Это она про Пугачеву. С ней же она тепло общалась. А фамилии почему-то не стала называть. Понимаете? Смелая. Всегда же была. Почему в этот раз не назвала фамилии? Кстати, Лариса Долина сказала сама, что артист не может быть вне политики. Еще и во время войны. Правда, она войну назвала почему-то ситуацией. Еще одна лорак. Ситуация. Я просто не могу с этого. Понимаете? Вот все-таки редко я ошибаюсь в людях. Вот еще с детства смотрел на Долину. Тогда каналов особо не было. И вот она мне была такая неприятная. Я не понимал ни ее, ни творчества, ее песни какие-то странные. Хотя ведь и голос-то есть у нее прекрасный. Тут я этого не могу у нее отнять. Но репертуар это было нечто. Нечто ужасное для меня. Но это все не столь важно. Знаете, песни каждому, как говорится, свои. Может кому-то они нравились, и слава богу. Человек она просто нехороший, непорядочный. И моя интуиция меня не подвела. Еще в детском, юном возрасте я понимал хуй из Лариса Долина. Если кто-то потерял братья в Меладзе, или кто-то думает, что у них все плохо, они там бедствуют из России, выгнали Валерия Меладзе за его антивоенную позицию, да все у них хорошо. Посмотрите, аншлаги, полный зал, людей куча. И украинцы, между прочим, также ходят на их концерты. Потому что если послушать, знаете, каких-то блогеров, которые говорят, нет, никто из украинцев не ходит на Меладзе. Нет, нет, нет. Ну, конечно, расскажите мне, пожалуйста, эти сказки, как никто не ходит. Ходят еще и как. Ну, вот, собственно, на концерте в Праге, который был не так давно, на прошлой неделе, полный зал людей. Валерий Меладзе поет в живьем. Константин Меладзе там стоит, из комнатки выглядывает, тихонечко снимает. То есть он рядом. Ну, зрители, естественно, засекли, засняли. Все это в ТикТок повыкладывали. Спасибо ТикТоку за то, что иногда подкидывает мне важную, полезную информацию. Что все-таки есть что-то в нем хорошее. А у Земфиры вышел новый трек. 1 апреля. Это, кстати, еще очень важный день для нее. 24 года назад состоялся мой первый концерт в Олимпийском. Помню, как прыгала на рояле. Сейчас я себе такого не позволю. Из уважения к рояле. В честь этой даты был выпущен новый сингл. Коллетт. Так что, ребята, кто еще не слышал новую песню Земфиры, бежим, слушаем. Если кто-то уже послушал, пишите, как вам. А хотите интернет в самолете? Хотите? А латвийская авиакомпания, первая в Европе, уже успешно протестировала Starlink на борту своих авиалиний. Когда авиакомпания получит специальный сертификат, пассажиры смогут выходить в интернет уже сразу после посадки в самолет и работать как на земле, так и в небе. Вот так, ребята. Робот-гуманоид от Тесла будет стоить дешевле автомобиля нашей компании. Так сказал Илон Маск. Минимальная цена машины Тесла 45 тысяч долларов. Из заявлений Маска выходит, что робот-оптимус будет стоить примерно 20-25. Он сможет заменять человека в повседневных делах. Если несколько лет назад над разработкой смеялись, то после устранения ошибок и доработки он вызывает восхищение. Спрос на робота-гуманоида может достигнуть от 10 до 20 миллиардов единиц, заявил так Илон Маск. Представляете, будущее наступило. 20 миллиардов единиц уже хотят. Это больше, чем люди. Мать моя женщина, она скоро точно роботы захватит. И последняя новость на сегодня. Это дома мировых известных людей раньше и сейчас. Как вы знаете, ни для кого не секрет, что многие знаменитости росли в довольно скромных, иногда даже бедных условиях. А для футболистов это вообще частая практика. Получив большие деньги, Криштиану Роналду, Канни Уэст, Лионель Месси, Риана, Уоррен Баффет, Никки Минаж, Патрик Махомус, смогли приобрести себе прекрасные жилища мечты. Результат, собственно, на фото. Вот можете посмотреть, какой дом был у кого. Понимаете? Шикарно. Я очень рад. Особенно Риана. Никки Минаж, не так все и плохо. А было, я вам хочу сказать, нормальный дом. У Лионеля Месси, само собой, понятно, видно результаты. Я вам всем искренне, от всей души желаю, чтобы ваши мечты сбывались, несмотря ни на что. Чтобы ваши дома мечты всегда в вашу жизнь приходили. Вы их смогли себе позволить. Это же прекрасно. Мне кажется, когда у человека все есть, он счастливый. Счастливый человек, это равно, что в мире будет царить гармония, доброта. Поэтому я очень хочу, чтобы так было. На этом основные новости на сегодня. Все. У нас с вами, как всегда, будет рубрика «Хорошего, доброго, прекрасного». А потом еще немного поболтаем, не разбегайтесь. Но перед тем, как перейдем к хорошему, доброму и прекрасному, я вам снова хочу сказать большое вам спасибо. Всем вот искренне, от души. Я не устану это говорить, потому что есть за что благодарить. Во-первых, ваше внимание ко мне это дорогого стоит. Хотя я человек не тщеславный, но многие вряд ли согласятся со мной и поверят, это не важно. Я просто лучше знаю себя. Но все равно это очень приятно. И для меня важно, вот это, знаете, самое главное, понимать, что я нужен. А значит, мне нужно дальше продолжать все это делать. Поэтому, ребят, вы наимовернее. Вы делаете меня только лучше. Я надеюсь, что вы не забыли подписаться также на мой канал, порекомендовать всем своим знакомым, ну и, конечно же, оставить лайк, сердечко в подубайку. И всем спасибо, кто это сделал. Отдельная благодарность спонсорам этого канала. Напоминаю, что любой желающий только по желанию, никого не принуждает. Если он хочет меня поддержать, имеет такую возможность, пожалуйста, вы можете оформить спонсорскую подписку, либо отправить мне деньги на карточку, на PayPal, как вам будет удобно. Большое спасибо всем тем, кто это сделал. Но прямо сейчас врываемся в рубрику добра. Погнали. А начну с прекрасной истории замечательной дружбы вот этого хвостика и коня. Еще с самого детства, когда он был малышом, этот хвост, он сразу полюбил эту лошадку. И вот начал постоянно к нему приходить. А конь его с удовольствием катает. То, что значит у правильных, хороших, добрых людей живут эти животные. Там царит любовь, взаимопонимание, уважение. Там всех любят и о всех заботятся. И вот он же хвостик подрос, но также любит покататься верхом на лошадке. А конь с удовольствием катает всех, потому что он знает, что его там любят. Классная дружба. А здесь у нас ну очень веселый тушканчик. Он недавно засветился на фотоловушке. Это небольшие грузуны. Весь день сидят они в своих норках, а активничать начинают только под ночь. Прям как я. С помощью больших ушей и глаз они отлично ориентируются в темноте, улавливая все звуки ночью. Я так не умею. Тушканчики очень, кстати, быстрые и после заката уходят на дальние расстояния, чтобы себе найти что-нибудь вкусненькое. А возвращаются уже, как знаете, иногда люди после клуба, они тоже возвращаются под утро, но не после клуба, а после того, как нашли себе поесть чего. А потом весь день снова отдыхают. И так каждый день. Икея запустила самую милую рекламную кампанию. На ней изображены домашние любимцы рядом со спорченными ими вещами. А рядом подпись «Не переживай, ты можешь себе это позволить». Ну, прекрасная реклама. Слушайте, ну как не пойти в Икею и не купить что-то? Вообще, конечно, да, котики, собачки умеют что-нибудь разбить, но мы все равно их любим. Наверняка вы слышали выражение «От любви до ненависти всего один шаг». Ну, здесь у нас всего один кусь. И вот эти два котика демонстрируют, что значит «От любви до ненависти?» «Один кусь». Ну, такие странные. Облизывали, облизывали, потом решили покусать друг друга. А этот удивительный хвост-пес знает название 231-й игрушки. Представляете, хозяева покупали ему игрушки почти каждую неделю и играли в имена. Так у пёселя пробудился талант. Теперь этот бордер-коле может найти любую из них, если его об этом попросят. А вообще, мне говорили, что именно эта порода бордер-коле. Если они одни из самых, то самые умные вообще собаки в мире. Ну и каждый раз мы убеждаемся в этом. А помимо того, что они умные, вообще все животные умные, они ещё и хитрые, и милые, и мы их любим. И большое спасибо всем людям, кто спасает наших прекрасных животных. Ну что, ребята, не разбегайтесь, рубрика «Добра всё». Но я ещё с вами немного поболтаю, пока мой тут сосед там снизу аккомпанирует мне на пианино. Он прям знает, когда нужно играть. Но я надеюсь, что этого вам слышно не будет. Вот. Как я уже говорил, весна пришла по полной. Я бы даже сказал, что не весна, а лето, потому что, ну прям так жарко. Это неожиданно. Это неожиданно, ребята. Это мне нравится. Ну хорошо. Слушайте, я совсем забыл всех поздравить с католической Пасхой. Честно, вот вылетело из головы. Не нужно обижаться. Я не игнорировал. Просто знаете, так как я подумал, что в Украине уже Рождество 25 декабря, католическое, да, я думал, и Пасха тоже у нас в один день. А так как у нас Пасха 5 или 3 мая, то я как-то и забыл об этом. Поэтому прошу прощения. Ну как там говорят, лучше поздно, чем никогда. Поэтому Happy Easter всех, у кого была католическая Пасха. Я знаю, что у некоторых еще выходные. Я вас всех поздравляю с прекрасной, светлой Пасхой. Дальше. Насчет истории от подписчиков, ребята. Я все-таки хотел бы вас всех попросить не быть такими прям слишком суровыми критиками. Я понимаю, что вы привыкли, конечно же, ко мне. И поверьте, что рассказываний так много. И каждый может к ним по-своему относиться. Кому-то понравится, кому-то не понравится. Понимаете, у меня нет какой-то однозначной позиции касательно вот всех рассказов, которые я вам уже зачитывал. Кому-то понравились, кому-то не понравились. Кто-то ничего не сказал. То есть нет такого либо все да, либо все нет. Это нормально. Давайте вспомним, когда я только делал первые стримы и подключались ко мне вы, мои дорогие. Вы были тоже в их шкуре, когда на вас также некоторые подписчики набрасывались, зачем мы смотрим. Но это все вот знаете люди. Поэтому давайте оставаться людьми, относиться с уважением, с пониманием. Все-таки я считаю, любой человек, который уже осмелился и прислал, и я это все озвучил, это я считаю уже хорошо. Но не понравилось вам и ладно. Я тоже многим не нравлюсь. Что мне теперь делать? Ну что мне теперь делать? Если бы я слушал всех, я бы, наверное, тут и не сидел бы. Поэтому давайте чуть-чуть с уважением, пониманием. Я знаю, что вы хорошие, вы меня услышите. Я еще раз говорю, рассказов практически больше нет. Там буквально, по-моему, один или два осталось. Я буду чередовать, да? Там день рассказ, день я буду от себя что-то говорить. День рассказ, день так. Может быть, на этом уже все истории закончатся. Поэтому, ребят, терпимость, знаете, вот такое терпимость, и все будет хорошо. Может быть, это даже дело не в рассказе, а то, что я так плохо его преподнес. Может быть, проблема во мне, знаете. Мне надо постараться как-то получше это рассказывать. Но мне сложно чужие истории, знаете. Когда это моя история, понятно, я вот сижу, ее рассказываю, мне ее даже читать не нужно, потому что она у меня в голове, в памяти. Я ее проживаю в этот момент, и у меня прям все эти эмоции, закрываю глаза, и прям все это у меня проигрывается. Естественно, это все по-другому. Когда я рассказываю чью-то другую историю, естественно, это не та. Потому что я ей не проникся, я там не жил, я этого не видел. Но я буду стараться лучше. А хотите, я вам прикол расскажу? Я тут, значит, на выходных, а в воскресенье, по-моему, возвращался домой, значит, выхожу из автобуса, там, идет парень, ну, обычный парень, молодой, не знаю, там, до 30, может, где-то так, и он прям немножко выпил, так кричал, так кричал на свою девушку или жену, не знаю. Ох, он кричал, думаю, это что же она такое сделала, что она прям так на всю улицу. Ну, кстати, хочу заметить, что он не матерился. Он просто громко кричал, видно, вот, знаете, вот по его интонации надрыву чувствовалось, что она его допекла. Это есть, вот, знаете, есть все-таки разница, когда вот он уже все не выдержал, и он прям кричит от того, что она его уже, видимо, достала, или когда просто человек там быдло или хамло. Это есть разница, я тут разберусь. Не, она его прям достала, мне хотелось подойти сказать, слушай, ну, ты так не переживай. Думал, ладно, пусть кричат, я себе пошел дальше. Я себе иду дальше. На улице погода прекрасная. Я в этот момент подумал, блин, так что-то мне захотелось зефира. Сам себе говорю, Женя, вот тебе Наполеона с плесенью не хватило, да? Решил зефиром закинуться. Думаю, ладно, сколько той жизни. Пойду куплю себе зефир. Я, кстати, люблю обычный зефир. Жако фирма, в Украине, может, люди знают, о чем я говорю. Белоружевы. Вот обычный белоружевый зефир. Никакой другой я не люблю. Ни с шоколадом, не еще с чем-то там. Обычный белорозовый зефир. Вот и все. Он, кстати, не очень калорийный. Я себе пошел в магазин, думаю, ладно, куплю себе пачку, он же легкий, господи. Растяну на несколько дней, думаю, не так страшно будет. Компенсирую себе тот Наполеон, который не удался. Ну и, в общем, я пошел купил пачку зефира, довольный иду, думаю уже о том, как сейчас я заварю себе чаечек, бахну этот зефир и будет жизнь прекрасна. Выхожу из магазина, ко мне подходит мужик какой-то. Ну, кстати, нормально выглядит, не алкаш, ничего такого нет. Ну, то есть, чисто одет, все. Еще он ко мне подходит, думаю, что он хочет спросить. У меня уже вечер был, где-то полдесятого. И он мне такой, говорит, коньяк. Я говорю, что? Он говорит, коньяк есть. Я говорю, какой коньяк? Он мне говорит, у меня две бутылки коньяка, а знаурь три звезды. Я говорю, и что? Он говорит, не надо. Я говорю, мне? Мне не надо. Я говорю, похож на того, кто пьет коньяк. Еще я знаурь, я не знаю, насколько мне кажется, это не очень хороший коньяк. После такого коньяка, наверное, будет не очень хорошо. Но это я понял, из-за того, что я вот прихожу к своей там знакомой, которая в магазине работает, да, я вижу просто там ассортимент, какой получше, какой похуже. Она мне, в принципе, рассказала. Ну, собственно, я вижу по контингенту, кто что берет. Я, короче, так смеялся. Я говорю, зачем вы мне его предлагаете? Если бы захотел, бы я в магазине купил. Это мне подарили вот эти две бутылки коньяка, я не знаю, куда его деть. Вот пытался вам продать. Я говорю, спасибо, не надо мне. Я прям похож на алкаша, которому нужен коньяк. Трэш. Такого еще не было, чтоб мне вот так прям на улице предлагали купить коньяк. У вас такое было в жизни или нет? Я себе иду, понимаете, с этой, как Патрик Пьяточкин, знаете, с пачкой зефира все радостно чай буду пить, а он мне коньяк впаривает. Трэш какой-то. Ну, ничего страшного. Я посмеялся, видите, зато есть, что рассказать вам. Это уже хорошо. Коньяк, а потом буду как буза вот это, понимаете, про коньяк рассказывать. Что еще хочу вам сказать, мои хорошие, любимые зрители, моя дорогая семья. Весна идет полным ходом. Я знаю, что многие уже готовятся к путешествиям. Я могу об этом только мечтать. Тут прям аж хочется слезу пустить, но я не буду. Честно, да, очень хочу, безумно хочу. Я мечтаю просто окунуться в море. Кто-то с друзьями общался, что у них какое-то такое настроение, а сейчас такое, знаете, что хуже стало. Уже вообще не хочется никого не видеть, не слышать. Лучше уже пусть люди подходят к коньяк, предлагают или еще что-нибудь, чем вот этот бесконечный пессимизм. Но все равно я вам всем желаю, чтобы эта весна для нас всех была победной, мирной, спокойной, принесла нам только хорошие новости. Чтобы каждый победил в своей жизни все то, что нужно победить. Вот это еще очень важно. Хорошего вам настроя это очень, кстати, тоже немаловажно. Вы знаете, многие говорят, ну это просто слова. Нет, слова на самом деле имеют большую, огромную, очень важную роль в жизни каждого человека, особенно когда он оказывается в какой-то сложной ситуации. И даже важно не настолько слова, а их форма. Поэтому, ребята, если кого-то нужно поддержать, обязательно поддержите. Каждое ваше доброе слово, каждое ваше слово, которое сможет промотивировать, это дополнительный плюс для того, чтобы человек как-то не раскисал, взялся и просто вот шел к своим целям, победам и так далее. Поэтому я вам всем этого желаю. Поддерживайте друг друга, это очень важно, особенно сегодня. Поменьше претензий к друг другу, пониманием, с уважением, сдержанностью, терпением, и все будет классно. А всех, у кого сегодня день рождения, именины, я поздравляю с вашим днем и желаю вам, как всегда, чтобы ваши все мечты обязательно сбывались, цели все были достигнут, чтобы всегда рядом с вами были самые лучшие люди, которых вы любите, обожаете. В вашей жизни чтобы был успех. Это очень важно для каждого реализоваться, найти себя, свой путь, любимого человека, чтобы это все было взаимно, искренне и по-настоящему. Ну и, конечно, всем нам с вами мирного неба над головой. Не забудьте поставить лайк, всех обнял, всем хорошего настроения. До завтра. Пока-пока.